и так 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 знаете второй раз поприветствуем нет кстати один из комментариев написан макс ну собрались лететь там 4 5 мая что у нас погоды стоит лететь или не стоит или можешь сдать билеты и так далее ну знаете что ребят вот чем отличается например сочи от всех остальных да у нас келенджика там в конце концов там или в крым вы собрались еще коем чем сочи отличается прямо кардинально тем что сочи это своего рода как стамбул в турции наверх отлетишь там в кемерка ты летишь в анталию когда ты летишь там в аланию ты тоже задаешь все вопросы а если погода не будет чем это можно заниматься там хоть волком будет правильно же и это нормально вот прям стамбул можно лететь в любую погоду там действительно может там прогуляться есть кто сходить там торговый центр шикарный там в конце концов да парки всевозможные в общем хватает всего за глаза ну реально хватает всего и здесь в сочи в сочи но тут ситуация та же самая здесь как вам сказать здесь вы можете независимо от погоды вы можете ну как бы реально получить кайф от провождения поэтому нет смысла переживать там за погоду там будет хорошая погода или плохая погода сочи даже можно рыбачить даже вне погоды знаете как бы сегодня по прогнозам был дождь да вот я сегодня пробежался полтора часа вот отсюда взял там пробежался до парка пробежался до светланы до района там назад там четырнадцать лет уж навернулся в нем сейчас буду кстати монтировать ну и в целом как бы очень много людей и не пугает то что погода оставляет желать лучшего в принципе да может пару капелек было но не считает они критичным большому счету не критично поэтому еще повторюсь когда вот вы выбираете например да там город например там для отдыха на то же самое лазаревская да если вы там оставляете где-то сочи да или там например там геленджик там или анапу там действительно как бы если погода нет там хоть волком воет однозначно и так даже с вами сочи ситуация немножко другая есть очень много всевозможных крытых аквапарка в конце концов очень много мест есть куда можно сходить отдохнуть поэтому но вопрос если вдруг погоды нет стоит ли ехать сочи до сочи это не про пляжный отдых если вам нужен пляжный отдых то лучше слетать там в таиланд доминикану на кубу на мальдивы там действительно пляжный отдых кроме пляжного отдыха там ничего нет сочи это немножко другое это вот как то есть вот хотят вы эти самые экскурсии всего например вот мы сейчас летим сосон например в анталью большому счету нас будет только одна экскурсия это сплав по реке все вот можете написать в комментариях вот куда еще можно в анталии съездить аквапарк который уже уставши который нахрен никому не нужен ну мне не нравится папа куда еще может съездить вот куда на смотровую площадку которую хуже чем в сочи но и ниже находится иди дорогу еще хуже чем сочи но смысла нет я там был два раза как бы даже с отцом даже нет смысла даже ехать ну куда еще можно понимаете чего не скажешь когда ты приезжаешь город сочи на сочи приезжаешь у тебя соблазнов но реально очень много ну реально очень много соблазнов поэтому когда вы думаете там чем заниматься с полгода будет плохая да наоборот чем хуже погода тем лучше вы узнаете город потому что когда люди приезжают и погода прямо шикарная они дальше пляжа как таковые заходит дальше пляжа ничего не видит а вот когда погода не очень хорошие там может там в абхазии сара и сорваться там может там гор поехать может там еще окном куда-нибудь там за на фамилию хозяйства на тому же там всевозможные шикарный банный комплекс плести понимаете вот реально поэтому он еще к себе шампанское открыл ну зачем шампанское надо выпить до время два часа опять же вот болит опять я взял минеральную воду туда два абхазских больших лимонов вы видите два лимончика и это у меня после как скажем знаете после тренинга и вот после тренировки обычно когда вот я беру и вот и выпиваю получается в общей сложности полтора литра минеральной воды и вот получается в сумме там четыре лимона у меня забодяжно обычно четыре лимона что-то эта кислотность повышается иногда становится плохо да кстати там да вот куда там еще можно сказать по погоде плохая ну в случае в отличие тоже от анталии очень много ресторанов ну реально ресторанов очень много прям реально очень много ресторанов и вот местности там где ты можешь прям прям кайфово провести время и знаете у меня сейчас выбрал дату свадьбы на 5 августа но это сервис информация до 5 сайт и будет будет вот принципе варю по барабану какая будет погода дождь не дождь ветер не ветер ну или жара будет нам без разница знаю что возьму крытый ресторан они лужай куда и без районской погода будет людям который приедет не будет хорошо и комфортно но реально будет хорошо и комфортно вот вот в этом месте до свадьбы предварительно нужно считали сейчас еще одна девочка посчитает а то знаете посчитали москвичи которые организуют отчет дня москвичам не дать доверие как они могут все организовать когда каждый раз сочи меняется что-то все-таки хочется чтобы местные организовали то есть он что с риэлтором с москвы выбирать недвижимость сочи но вы реально можешь попасть по самому не балуйся здесь тоже московская компания которая организует свадьбу в сочи вот они мне там весь расклад дали но я все-таки еще пообщаюсь с местными именно которые здесь у нас находится здесь сейчас потому что все-таки не хочется этим днем как бы рисковать потом не хочется потом еще раз жениться я надеюсь что это последняя жена будет в моей жизни надеюсь во всяком случае так поэтому они конечно молодцы москвичи еще что-нибудь ну просто вижу там них прям это я сейчас говорю какие рестораны примерно такой вопрос задал их в ступор они даже ресторан не знает даже как ну зато вот московская компания да у них очень хорошая реклама они готовы в сочи организовать как они там готовы если не могут ответить ни на один элементарный вопрос поэтому сейчас тоже всегда посмотрю все гляну да кстати парке реверс не пробегался по улице навагинская пробегался где морской порт пробегалась там папа встретил два раза нормально сегодня пробежался от души сейчас я слышу поесть тоже есть поесть по погоду не сама лучше согласна погода реально оставляет жать лучше но в целом везде и в парке везде людей очень 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 много кстати вот здесь вот тут мост до сих пор еще не открыли не знаете 1 мая подготовились не очень хорошо вот но где в парках бегаешь тоже видеоролики увидите эти ленточки красные висят во всяком случае не подготовились к 1 мая может 9 мая будет лучше но если например мы возьмем готовность прошлого года в прошлом году к я бежал вот в это время в прошлом году было гораздо лучше гораздо больше сделано и комфортнее было сделано но людей много вот уже на майские праздники где приехал очень много но погода конечно не может подвела вот какая погода будет вот в четверг будет хорошая тоже будем легче на день рождения праздновать ну и тут осталось по сути три недели через три недели мы улетаем туда не улетаем с папой попробуем там одну экскурсию возьму рафтинг потому что папе ходить особо сильно не понравилось потому что просто офигел и обалдел такой просто отдых такой знаете просто хочется сделать релакс такой просто сделать релакс да многие спрашивают где лучше останавливаться в адлер красна поляна в сочи ну знаете по статистике по статистике ну конечно сочи рулит потому что в сочи действительно лучше мест где можно погулять где можно и затусить и ночные клубы есть и все есть я конечно тоже рекомендую однозначно сочи сочи в адлере немножко скучновато сейчас вот реально было в адлере немножко скучновато даже у меня сейчас друг алексей говорит приехал говорит на набережную думал там народ может быть но там типа таксовать нет макс вообще народу нет пружняком есть есть сочи сочи всегда работа есть в адлере как таковой работы нет даже такси вот так нужно легко сориентироваться понимаете движу такого нет и говорит все равно как правило если например взять статистику вот те которые люди отдыхают сочи они всегда больше и чивы и оставляет и так это для такое ощущение будто изначально выбирает с целью якобы сэкономить но в итоге отдых получается по разы дороже потому что самом адлере делать нечего как таковое да ну парк южную культуру сходите ну сходите один раз торговый центр ну и все скучно все равно заходите поехать там парк ривьера дендерарий захотите поехать там еще на транспорт логистику денег будет уходить гораздо больше я же тоже как бы когда первый раз приехал в сочи я же тоже отдыхал в адлере почему ну потому что мне казалось о сочи дорого надо поедать в адлер в итоге отдал еще больше денег и все но все равно получается почти каждый день мы с адлера ездили в сочи потому что сочи хоть было там набережной и так далее хоть был где погулять а в адлере мы особо ничего не находили кроме 30 местного колорита вот этот вино где предлагает везде этот самопальная чачу тебе предлагает эти крики вопли которые косящие под этих под испанцев косящие это под итальянцев и все гавканье вокруг и все больше ничего вот у меня ассоциации и я скажу честно когда я первый раз ездил в сочи да вот это 2006 год у меня не возникло желание после этого взять и переехать в прекрасный город небольшой сочи да я так и опережал я думал что сочи адлер это разные вещи ты думал что город адлер сочи там город хвост на город догомыс сейчас такими было в голове представление ну не упоем не знал что все большое сочи да на следующий год приехал тоже остановился в адлере ну тоже как бы на одни и те же грабли опять же там да на красную поляну мотались еще что-нибудь такое было но и потом как бы спустя еще год 2008 год уже остановились в сочи даже остановились в отстойном месте на ксм на улице труда но мы каждый день получается были там где-нибудь в классных местах и и после этого после 2008 года меня к сочи нереально зацепил я уже понимаю что как бы пропасть так да хоть даже в адлере я был там на расстоянии 50 метров от моря здесь и ксм там даритом гибенях мы жили но здесь все равно возможности и я узнал город гораздо лучше чем тогда когда проживал адлере на улице 8 марта и на улице павлика мороза вот так бы так но опять же это моя точка зрения твои воспоминания я вам не навязываю ни в коем случае не навязываю здесь уже вам только решать ну просто такой маленький даю совет советище ну конечно если микро вина хороший там мама и когда гамыса так далее ну вот если прям хочется по максимуму любиться конечно это сочи алло алло да я поехал в кальяну сейчас буду монтировать видео а вот а а алло алло я говорю мы были молодец 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 Ну и что можешь сказать по поводу шмета, я тебе там ответила, она у меня прислала, что это все предварительно, средний тренинг, ну какой он сказал. Я сейчас сяду, когда монтир буду, я все посмотрю, тебе отвечу сейчас, я сяду в спокойном обстановке и все посмотрю. Хорошо, там если что пиши вопросы, я и пишу, ладно? Хорошо, давай, хорошо. Потому что это все примерно пока. Хорошо. Ну все, давай. Давай, ладно, пока. Определяемся со сметой, мероприятиями со всеми. Нужно это все сделать. Тоже лишний геморрой, как говорится. Лишние деньги. Ладно, посмотрим. Можно было, конечно, просто расписаться и на следующий день влететь на Мальдиву, но мы и так летаем на Мальдиву, просто нас этим не удивишь. Потому что есть люди, например, которые летают раз в год или раз в два в год по праздникам. Для них, конечно, это будет, ну что такое, вау такое. А когда мы там с Надей там летаем, черт знает сколько раз в году, да? Вот в этом году уже там... В этом году уже дофига, считай, получается. В Дубай летали уже в этом году, в Хургаду летали, в феврале месяце летали. Потом, получается, в Стамбул летали. Да? Уже три. Да? Уже три. Это действительно как бы можно. И у нас как бы нет, наверное, все-таки сделаем праздник, больше даже не для себя, больше для своих родных и близких. И я думаю, будет хорошо, прекрасно и замечательно. Потому что, если мы захотим полететь отдохнуть, мы и так полетим, и нам не нужен повод свадьбы или бы еще что-нибудь. Да, и опять же, я считаю, что вдвоем будет скучно просто взять, там расписаться и улететь вдвоем. Это бред какой-то. Правильно же? Хотя каждому свое. Каждому свое. Да, и особо выпендриваться не хочется. Просто хочется, чтобы была нормальная свадьба. Чтобы было весело, чтобы было прикольно. Там, не знаю, там... Чтобы ведущий был Азамат Масагалеев. Чтобы пел Егор Крид, да? Ну, такое, надо все делать по-скромному. Ну, такой... Так-так, без фанатизма, да? Чтобы Вин Дизель в качестве водителя подвез нас на это мероприятие. Хочется такое, чтобы было просто, как у всех нормальных людей. Без этого выпендрежек. Без ничего. Ну, вот как вот так. Ну, и старта, чтобы вылезла какая-нибудь Дженнифер Липпес. Еще. Ну, это такое, по мелочи. Так, ну, люди скромные. Раньше. Ну, что, сейчас будем монтировать видео, блин, тяжелое видео будет. Наснимал я, сделаю музыку фоном. Я думаю, вам будет интересно посмотреть. В общем, пробежался. Не могу я, как все нормальные люди, взять и пробежаться там километров пять-шесть. Если бегу, блин, то сразу там четырнадцать километров. А вот четырнадцать километров последние в гору прям тяжело дали себе. Думаю, сдохну прям. Ну, прям реально тяжело. Прям чувствуется, что старость наступила. Давайте поедем ступенькам, бегу там, и все, у меня аж язык наключил. Ну, ничего страшного. Нормально. Вот что, небо, конечно, паспортное. Небо паспортное. Где же нам припарковаться? Наверное, вот здесь. Сейчас мы как-нибудь сделаем, чтобы никого не подпереть, чтобы проезд был свободный, в конце концов. Правильно же? Сейчас мы красиво все сделаем. Ну, все, как говорится, будет нам счастье. На этом прощаюсь. Вам, ребята, всем добра и пока.